Перед началом просмотра рекомендую посетить канал Влада Дёмина. Парень имеет отличную форму и делится своим опытом по её достижению. Тренируется он без фармподдержки, так что данный канал особенно будет интересен тем, кто не приемлет использование сильнодействующих средств и тренируется натурально. Так что, кому интересно, ссылка в описании. В 2006 году в Тусоне, штат Аризона, некто Тим Бойл увидел, как Шевролет Камара сбил 18-летнего Кайла Хольстрота. Автомобиль придавил подростка, который был ещё жив. Бойл подбежал к месту аварии, поднял Камара, а водитель автомобиля вытащил парня в безопасное место. В 1982 году в Лоуренсвилле, штат Джорджия, Анжела Кавала подняла Шевролет Импала, который упал на её сына Тони. Мисс Кавала подняла машину достаточно высоко и держала достаточно долго, пока двое соседей заменяли крепление и вытаскивали Тони из-под автомобиля. Мари Бутси Пайтон стригла свой газон в Хай-Эйленде, штат Техас, когда газонокосилка внезапно сорвалась с места. Юная внучка Пайтон, Эви, попыталась остановить газонокосилку, но была сбита всё ещё работающей машиной. Пайтон догнала газонокосилку и с лёгкостью отбросила её от внучки, которая отделалась четырьмя отрезанными пальцами. Позднее Пайтон снова пыталась поднять машину, но выяснилось, что это невозможно. Уверен, вы тоже слышали о подобном. Чем объясняются такие подвиги нечеловеческой силы? Может быть в нас спят супергерои? Или удивительная сила? Может нам и подъёмные машины не нужны? Будучи задокументированными, такие случаи противоестественны и возникают только в стрессовых ситуациях. Медицина их не признаёт, во многом это связано с проблемой сбора доказательств. Случаи, подобные этим, произошли спонтанно. Воспроизводить эти ситуации в клинических условиях было бы неэтично и опасно. Тем не менее, мы знаем, что за всем этим стоит адреналин. Гормон, который может увеличивать силу в разы в течение коротких периодов времени. Когда мы чувствуем страх или сталкиваемся с внезапной опасной ситуацией, человеческое тело подвергается удивительному изменению. Стресс, например, зрелище того, как на твоего сына падает машина, стимулирует гипоталамус. Эта область мозга отвечает за поддержание баланса между стрессом и расслабленностью в вашем теле. Когда возникает опасность, она посылает химический сигнал надпочечником, активируя симпатическую систему, погружающую тело в возбуждённое состояние. Надпочечники высвобождают адреналин и норадреналин – гормоны, которые создают состояние готовности и помогают человеку побороть опасность. Совместно эти гормоны и повышают уровень сердцебиения, улучшают дыхание, расширяют зрачки, замедляют пищеварение и, самое главное, позволяют мышцам сокращаться. Все эти изменения в нормальном физиологическом состоянии позволяют нам встретить опасность лицом к лицу. Они делают нас более ловкими, позволяют обрабатывать больше информации и помогать нам использовать больше энергии. Но эффект адреналина в мышцах даёт удивительную силу. Адреналин воздействует на мышцы, позволяя им сокращаться намного больше, чем в спокойном теле. Что ж, получается, в нашем теле спрятана такая нечеловеческая сила, но использовать её нельзя. Подобно Халку мы становимся невероятно сильны только при наличии раздражителя. Почему же тело придумало это и почему нельзя использовать это всегда? Ответ прост. Как раз для спасения наших жизней и придуман этот механизм. Тело бережёт энергию для того, чтобы высвободить её наружу на случай, если нам и нашим близким грозит опасность. Ведь если мы постоянно будем использовать такое количество энергии, очень быстро она закончится. Обращение потенциальной силы мышц в реальную мышечную силу должно протекать вследствие обучения. Мышцы укрепляются с течением времени в процессе подъёма тяжестей. В то время как наши мышцы способны высвободить энергию, которая может оказаться сверхъестественной во время столкновения с опасностью. Последствия могут быть не менее опасны, чем сама ситуация. Мышцы, которые выходят за рамки собственных возможностей, могут порваться, а суставы выйти из орбит. Кстати говоря, вспомните себя в детстве. Наверняка вам доводилось убегать от собаки или от какого-нибудь сторожа. Вспомните, как быстро вы бежали. Я вот, например, чётко помню ситуацию, как убегал от сторожа, перепрыгнул в забор, который после случившегося не мог столь лихо одолеть. Пишите в комментариях, если с вами случалось подобное. Будет очень интересно почитать. Подводя итог, скажу, что наше тело запрограммировано на обучение. От начала жизни и до самого конца. Поэтому запаситесь терпением. Всё и сразу хотят только неудачники, которые не привыкли работать над достижением цели и покупают лотерейные билеты в надежде, что удача сама их найдёт. Что ж, а на этом всё. Буду рад, если выпуск был вам интересен. Ставьте свои оценки данному сюжету, а я пойду готовить для вас ещё больше интересных видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok